Это самое сердце дата-центра, машинный зал. Каждый такой шкаф – это миллион гигабайт данных. Здесь расположены серверы наших заказчиков. Различных организаций и компаний. Здесь работают все те системы, которые обеспечивают функционирование нашей экономики. Все то, к чему мы привыкли. Заказ еды, заказ такси, заказ лекарств, работа специальных служб. Все это работает на современных платформах через такие дата-центры. Дата-центр на востоке Москвы расположился в здании бывшей телефонной станции. С виду небольшой домик, но на самом деле высокотехнологичная, хорошо защищенная цифровая крепость. Мощные кондиционеры круглосуточно отводят тепло из машинных залов. Центру не страшны ни аномальная жара, ни даже блэкаут. Вот тоже шумное оборудование. Да, это источники бесперебойного питания. Мы находимся в электрощитовой. Таких в здании два. Даже если в городе не будет электричества, мы можем работать в полностью автономном режиме. Такое уже было. 17 лет назад, во время жесткого блэкаута, система не дрогнула. А вот что с устойчивостью к санкциям, которые Москва, как и вся страна, переживает прямо сейчас? Ну, а расскажите, а серверы российские делают вообще? Да, серверы российские есть. Они достаточно давно развиваются. И сетевое оборудование. Если раньше мы использовали в перемешку оборудование разных стран, то сейчас планируем сделать больше упор на отечественное оборудование и оборудование дружеских стран. Москва развивается в последние годы наравне с ведущими мировыми центрами IT-технологий. С нуля создана система подготовки программистов, запуска инновационных стартапов, в помощи отраслевым предприятиям. Поэтому уход с рынка ряда иностранных компаний стал для экономики города проблемой, но не шоком. У нас всегда поддерживалась промышленность, всегда поддерживались инновации, и, конечно, всегда поддерживались наши цифровые предприниматели. Это и дополнительные программы по льготному кредитованию, в которые включены, в том числе компании из IT-отрасли. Это отдельные гранты, связанные с закупкой, приобретением оборудования, модернизацией своих компаний, также субсидированием процентных ставок по кредитам, которые они ранее взяли. Мы можем не только переписываться, мы можем созваниваться в этой же задаче. Эта московская IT-компания разработала приложение для внутренней бизнес-коммуникации. Иностранный опыт использовали, но продукт сделали исключительно свой, ни на что не похожий. Наши пользователи могут, заключители, объединить все свои рабочие коммуникации, все свои рабочие задачи, все свои рабочие процессы в рамках одного приложения в своем мобильном телефоне. И мы считаем это очень удобным и важным. Фактически это гибрид традиционного мессенджера, где есть также аудио и видеозвонки, чат-бот, возможность расшифровки голосовых сообщений, инструменты для управления проектами, доска задач и многофункциональный календарь. За последнее время, буквально за последний месяц, логичным образом в текущей ситуации, скорость или, так сказать, интерес к нашему продукту возрастает. Нет, у нас сейчас подключаются буквально по нескольку тысяч пользователей в неделю. И в основном этой командой по 200-300 человек. В столице зарегистрировано четверть российских IT-компаний с общим штатом, работников 600 тысяч человек. Совокупный оборот по итогам прошлого года составил 3 триллиона рублей. Чтобы они развивались и дальше, разработаны меры поддержки. Не только федеральные, но и московские. Мы в городе приняли решение не сокращать объемы государственного заказа в эту отрасль. В этом году разместим порядка 25 миллиардов рублей госзаказа только на программное обеспечение ИСО. Кроме того, в три раза увеличим объемы поддержки этой отрасли по тем программам, которые у нас есть, включая льготное кредитование, гранты и так далее. Вот если вы сейчас аккуратно помашете рукой... Да, я вижу. ...на экране справа видно, что это человек, что он машет рукой. Представьте, что вы не видите ничего, и вдруг вот, у вас теперь новое электронное зрение. Эта московская компания делает то, что раньше было возможно, наверное, разве что в фильмах. Частично возвращает зрение слепому человеку с помощью вживления нейроимпланта в мозг. Пациент будет носить обруч на голове, в обруч монтирована камера. Они как бы заменят органы зрения слепому человеку. А внутрь головы, непосредственно в зону зрительной коры головного мозга, та, которая отвечает за зрение, мы ставим вот такой вот нейроимплант. Здесь и электроника, и очень тонкие чувствительные электроды, которые стимулируют током зрительную кору. И получается так, что изображение с камеры передается напрямую в мозг. И слепой человек сможет видеть. Количество таких разработок в мире можно пересчитать по пальцам. Сейчас российский имплант уже вживили в мозг обезьяны. Если испытания пройдут успешно, то к исследованиям подключат добровольцев, которых уже немало. Помешать может только отсутствие некоторых иностранных деталей, которым сейчас пытаются найти замену. Плюс сейчас и Москва, Московский инновационный кластер вводит меры по поддержке импортозамещения. И этим мы тоже, я думаю, воспользуемся, потому что у нас есть компьютер специальный, который стоит в наших девайсах. И нам хочется сделать так, чтобы этот компьютер полностью и электроника, и операционная система принадлежала уже нам. Чтобы уже дальше мы не зависели от этих колебаний. Потому что стоимость на такие компьютеры возросла сейчас в пять раз. А здесь производят климатические датчики для московского общественного транспорта. С помощью материнской платы, сенсоров в GSM-приемника, данные собираются и передаются в облако. Это датчик, который сейчас стоит в автобусе, передает вам данные прямо в режиме 24 на 7 из автобуса. Мы видим, что в кабине водителя у вас температура 17 градусов, влажность 47%, очень шумно, пыль в норме. В компании столкнулись с тем, что некоторых деталей на рынке не было. Пошли сложные, но, как оказалось позже, правильной дорогой. Произвели свои. Теперь на детали из Москвы очередь по всему миру. Например, вот датчик радиации не было на рынке. Мы сделали свой, их стали покупать. И в итоге сейчас у нас датчики радиации, датчики скорости потока воздуха, именно нашего производства, прям с нуля нашего, продаются от Штатов до Австралии. И прям вот даже сейчас в условиях достаточно жесткой санкционной политики. Но чтобы такие примеры стали массовыми, и российская IT-индустрия по-настоящему стала самодостаточной, нужны кадры. Многие российские айтишники, которые в основном работают в иностранных компаниях, уехали за границу по требованию своих работодателей. В Москве их есть кем заменить. 22% всех студентов и выпускников IT-специальностей России находятся как раз в столице. Выпускники IT-направлений МГТУ имени Баумана – одни из самых востребованных в отрасли. Этим объясняется и ажиотаж среди желающих посещать детский технопарк Прибузи – Инженериум. Я создаю 2D-гонки в виде старых игр. Вот на кнопочные телефоны там есть старые пиксельные игры. Мы занимаемся геймдизайном. Это не только про то, как заходить игру, как ее нарисовать, а как ее именно создать. То есть на наших занятиях мы занимаемся не только ее кодингом, но и в то же время проработкой идеи. Потому что когда вы играете в игру, как правило, вы не только смотрите на красивую картинку, а вы получаете какой-то опыт. И этот опыт как раз-то вот мы и пытаемся создать для игрока, вот как раз и для вас, кто будет возможно играть в их игры в будущем. А это технопарк Приэргосэу. Здесь помимо традиционного направления программирования изучают цифровую моду и виртуальную дополненную реальность. Среди прочего занимаются разработкой виртуального тренажера «Социальный работник». Нам не нужно воссоздавать полностью все условия в реальной жизни, для этого есть виртуальный мир. Также все навыки, которые получают у нас на курсах, ребята могут использовать для создания игр. Это такая же важная часть нашей культуры уже, и любая разработка, она ведется на одном и том же движке. У нас это игра «Теннис», на которой мы учимся с вами объектно-ориентированному программированию, то есть создаем экземпляры классов и объектов каких-то через классы. А это уже средняя школа 1532. Первые IT-классы в московских школах появились в 2019 году. Сейчас их актуальность возрастает в разы. Здесь у нас сейчас занимается 11-й IT-класс. Это специальные классы, которые занимаются именно программированием информатикой в углубленной форме. И в том числе мы пользуемся ресурсами МЭШ для подготовки к ЕГЭ и вообще к практике по программированию. У МЭШа есть большое количество всевозможных ресурсов, в том числе и вот они недавно открыли виртуальную лабораторию, где имеется большое количество задач. Интеллектуальная система МЭШ продемонстрировала свою незаменимость во время пандемии, когда школы перевели на удаленку. Все сервисы московской электронной школы были доступны ребенку из любой точки мира. Одним из таких, наверное, ярких примеров в данный момент является так называемая виртуальная лаборатория в библиотеке МЭШ. Да и вообще вся вот эта экосистема библиотеки московской электронной школы, это тоже определенный компонент той самой цифровизации, то есть инструменты, которые позволяют выстроить саму логистику образовательного процесса. Еще одно известное всем москвичам приложение – ЕМИАС – Единая медицинская информационно-аналитическая система. Тоже целиком и полностью московская разработка. С 2011 года все рабочие станции, все компьютеры, которые стоят де-факто в поликлиниках, работают вообще-то на собственной операционной системе, которая называется ЕМИАС ОС версия 1.0.13. Это наша разработка, она сертифицирована, у нее получены все необходимые сертификаты с точки зрения наших регуляторов, я имею в виду в стека. И этот опыт, он вполне успешно себя зарекомендовал, сколько уже прошло, соответственно, 10 лет как минимум, и 10 лет это все работает на десятках тысячах компьютеров. Сложности могут возникнуть с техникой, которая отвечает за хранение и обработку тех же электронных медицинских карт. Однако и здесь правительстве своевременно подстраховались. Возвращительные хозяева, у нас достаточно большой запас существует, который даже в условиях абсолютно полного блокирования любых поставок в Российскую Федерацию, все техники, мы вот это три совершенно спокойно не просто проживем, мы даже не сократим никак динамику нашего развития, динамику нашего производства. Ситуация, как говорят специалисты, подталкивает к взрывному развитию собственной сети дата-центров. Бизнесмен Илья Хала планирует инвестировать в новую нишу. Его компания подаст заявку на получение московского гранта, чтобы вернуть часть затраченных денег. Расскажите, вот сейчас сколько таких дата-центров в Москве? Всего их, всего их там сильно больше сотни, точное число я не знаю, потому что постоянно вводятся новые, вводятся эксплуатации старые. Наша компания управляет несколькими десятками таких дата-центров, но скажу, что их нужно на порядок больше, там, в 8-10 раз больше, для того, чтобы обеспечить уровень такой цифровой экономики, как в наиболее развитых странах, в европейских или в Китае. Поэтому очень много предстоит еще работы. Работы много, но главное, что она не делается с нуля. А санкции в очередной раз подтвердили то, что и так давно понятно. Без мощной национальной IT-индустрии страна не может себя чувствовать в полной безопасности.